Это будет рассказ про Непмана, которые тут пролетарии не хотят читать, пусть они читают. Мы не настаиваем, только факт очень густой, и нельзя его обойти полным молчанием. Произошло это в самые недавние дни. Сидит, предположим, Непман Егор Горбушкин на своей квартире. Утренний чай пьет. Масло, конечно, сыр, сахар горой насыпан. Чай земляничный. Родственники так и жрут эти продукты без устали. Непман Горбушкин тоже, конечно, от родственников не отстает, шамает. Под пищу, конечно, легкий разговор идет. Дескать, пожрем сейчас и пойдем ларек открывать. Надо, дескать, торговлюшкой оправдать, чего сожрали. Вдруг, конечно, звонок происходит на лестнице. Происходит звонок, и в квартиру входит обыкновенный человек, который заявляет. Я, говорит, агент ГПУ. Не бойтесь, только который тут Непман Егор Горбушкин, пущай живо собирается и идет со мной. Вот вам мандат и повестка. Отчаянно побледнел тут Непман Горбушкин, начал читать повестку. Да, действительно, велят немедленно явиться по уголовному якобы делу. Встал Непман из-за стола, отчаянно трясется, зубами ударяет. Только бы, говорит, не высшая мера. Высшую меру, я, говорит, действительно с трудом переношу. Остальное как-нибудь с божьей помощью. Горячо попрощался Непман со своими родственниками. Сплакнул о превратностях судьбы. Взял в узелок немного несъеденных продуктов с папиросами. И под общий плащ отбыл. Отбыл и, конечно, не является взад. И уже три часа дня ударяет. Нету Непмана Горбушкина. Тут плач и рыдание происходит по квартире. Родственники приезжают совещаться. Жена, мадам Горбушкина, сквозь рыдание произносит, дескать, по какому делу влип мой супруг, еще пока неизвестно. Одно ясно, какое-нибудь дело да найдется. У каждого человека дела имеются. И каждый человек ходит по краешку. Но неужели за это высшую меру могут сделать? Брат Непмана, Павел Горбушкин, говорит, на высшую меру, я, говорит, не надеюсь. Но, скорее всего, в силу социального положения, как пить дать конфискует имущество. Это говорит уж прямо вот как верно. Предлагаю ввиду этого ликвидировать имущество самим. А то, говорит, вдове жить будет нечем. Начали, конечно, родственники в ударном порядке шкафы перетряхивать. Вытрусили разные костюмы с одеждой. Начали продавать. Разные жильцы и торговцы сошлись. Тут же мебель запродали. Пианино загнали за приличную сумму. К вечеру одним словом продались. Начали даже квартиру сватать. Оставила вдова с братом себе только боковую комнату. А остальную площадь сосватали с подходящими въездными. Вдруг в семь часов вечера Непман Горбушкин является. Веселенький и слегка под хмельком. Фу, говорит, пропасть какая. Я, говорит, думал, что высшая мера, а оно ничего похожего. Вызвали меня для одной справки. Вроде как свидетелем. Я уж, говорит, дорогие родственнички, от превеликой радости в ресторации лишние полчаса просидел. Извиняюсь за тревожное волнение. Тут, конечно, происходит немая сцена в проданной квартире. Однако Непман Горбушкин ничуть даже не огорчился. Это, говорит, прям даже очень великолепно, что запродались. Все мы по краешку ходим. Оно без имущества много спокойнее и благородней. После небольшого фокстрота родственники осторожно разошлись по домам.